здравствуйте друзья с вами антон яченко и в этом видео мы с вами будем нарезать mp3 файл с помощью программы mp3 direct cut скачаем и распакуем эту программку программка маленькая и не требует установки прямо в поисковой строке пишем название программки mp3 direct cut ментор переходим на официальный сайт этой программки так жмем либо по этой ссылочке либо здесь можно сюда нажать жмем либо download либо скачать выбираем любой из источников выберем первый нажимаем скачать так немножко ждем так мне закачку перехватывать на лод мастер так не хочется перехватывать почему-то выбираем куда скачивать скачиваем утилита весит всего лишь 300 килобайт распаковываем запускаем скаченный файл жмем далее все программа распакованы и готова к работе запускаем жмем ok в этом окошке выбираем свой язык жмем use and restart программа открывается на русском языке нажимаем кнопочку открыть и выбираем наш файл который нужно нарезать выдается информационное сообщение в котором рекомендуется использовать график только для навигации и монтажа это мы и будем делать жмем ok открывшийся mp3 файл выглядит в программке следующим образом перемещаться можно колесиком в любое место можно с помощью колеса прокрутки с помощью ползунка переместиться в любое место файл очень большой размером около 500 мегабайт длительностью 6 половиной часов так вот это полосочка пунктирная желтая по центру обозначает то место с которого будет начинаться воспроизведение то есть если мы нажмем воспроизвести и остановиться нажимаем воспроизвести будет именно с этого места проигрывается наш наш аудио так значит задача наша следующая у нас есть один длинный mp3 файл нам надо нарезать на кусочки желательно нарезать по углам каждого глава заканчивается определенной музыкой после которой идет пауза найдем эту паузу значит можно перемещаться колесиком можно с помощью вот этих клавиш то есть либо использовать горячие клавиши клавиатура либо стрелочки влево вправо на клавиатуре либо кнопочки пейзер 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 даун давайте попробуем пейзер пейзер даун да так удобнее так мы находим вот она мы нашли концовку главы и паузу померяем эту паузу мерить удобно на выделение выделять можно следующим образом с помощью мышки мы нажимаем то место где мы хотим мы определяем начало и ведем до конца паузы пауза обозначается вот так здесь так смотрим сколько у нас выделено длительности выделенного участка у нас составляет две минуты 31 секунда ой две секунды прошу прощения 32 и 31 секунды так теперь идем раскрываем специальное и выбираем поиск пауз здесь нам необходимо как можно точнее настроить вот эти параметры уровень длительности смещения параметр уровень я не трогаю я его оставляю по умолчанию так паузу мы определили это длительность у нас она 2 и 3 ну выберем 2 и 4 так можно выбрать смещение то есть по умолчанию указатель будет установлен у точка монтажа или метка будет установлена в конце в конце значит как там в конце найденной паузы вот мы можем выбрать смещение либо вправо либо влево если минус то по моему это будет в либо влево либо вправо в общем давайте выберем 0 смещение будет 0 вот затем есть еще интересная опция это пропуск пропуск в секундах после найденной паузы то есть для ускорения обработки если мы знаем что минимальная длительность головы в нашей аудиокниги например 5 минут то мы можем сразу выставить на 5 6 30 до 300 ну 250 секунд например можем выставить и тем самым ускорим обработку нашего аудиофайла этот параметр я не трогал потому что головы у меня точно больше двух минут ну а насколько точно я не знаю какая у них минимальная длительность так вот такие параметры мы выбираем и жмем старт значит пауза больше 2 и 4 секунды у нас нет поэтому мы делаем выбираем поиск паузы более 2 и 1 секунды и жмем старт так пока производится поиск немножко расскажу о попытаюсь сказать о программке так по поводу перемещения уже понятно то есть стрелочки на клавиатуре и пылья 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 мы перемещаемся по графику вот эти две стрелы стрелочки кнопочки они позволяют перемещаться между точками монтажа то есть сейчас произойдется поиск пауз в конце каждой паузы установится точка монтажа и к ней к ним не будем перемещаться вот этими еще этих кнопочек вот эти кнопочки позволяют установить значит вот этот наш курсор желтая пунктирная линия в выделенную область например мы выделили мышкой определенную часть и хотим переместиться в эту область чтобы точно это сделать это вот эти клавиши вот эти две кнопочки соответственно перемещение в самое начало mp3 файла и в самый конец mp3 файла вот если у нас график очень сжат мы можем его сделать больше либо меньше вот у нас в принципе он сжат очень сильно можно сделать и можно его увеличить но тогда файл будет совсем длинным поэтому делать мы этого не будем так 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 есть раздел аудио две кнопочки мы уже знаем это воспроизведение и пауза то есть они нажимают горячая клавиша для них это пробил так и вот эти кнопочки то есть вот эта кнопочка позволяет проиграть выделенную область то есть она будет проигрываться постоянно в цикле так давайте немножко попозже вернемся к значит найденным паузам закрываем это окошко и мы видим что у нас файл большой разбился на 85 частей вот они вы их можете видеть теперь наша задача просмотреть эти паузы просмотреть эти метки или точки монтажа и убрать ненужные либо подкорректировать уже существующие перемещаемся к ним с помощью вот этих кнопочек либо control и стрелочка вправо влево нажимаем и мы видим что значит точка монтажа уехала зашла на следующую главу нам такое не надо мы это можем отредактировать для этого ставим курсор мышки на прямоугольник коричневый зажимаем правую кнопку мышки и ведем ее в нужное место например на паузу перемещаемся к следующей точке здесь в принципе все нормально здесь тоже хорошо здесь отлично а вот здесь у нас проставлена точка монтажа она нам здесь не нужна мы ее можем убрать и уберем с помощью вот этой кнопочки все точка монтажа убрана вот таким образом мы просматриваем все точки монтажа и убираем ненужные либо корректируем если у нас точки монтажа расставлены в другом ну не в том месте где нам нужно то можно отменить это все вот так и опять выбрать поиск пауз и уже подкорректировать эти параметры допустим задать смещение допустим в 20 фреймов жмем старт и у нас будет опять найдены наши паузы расставлены в конце них метки жмем стоп закрыть так у нас нашлось несколько уже кусочков так ну уже метки в нужных местах стоят хорошо теперь чтобы сохранить выделенные кусочки мы делаем следующее жмем файл сохранить с разрезанием так здесь необходимо задать расположение куда мы будем сохранять нарезанные кусочки файлов и задать маску для имени этих файлов имени используют специальные обозначения например проценты f это имя первого исходного файла у меня это это имя очень длинное поэтому я этот символ убираю здесь трек тоже ничего информативного мы это тоже берем символ проценты и n использовать обязательно иначе мы запутаемся в этих кусочках так задаем нужное название для меня это вот так для меня это будет понятно то есть название книги числом задано название части первое из двух и порядковый номер кусочка нарезанного задаем имя и жмем окей программа сохраняет части файлов немножко ждем окей откроем проводник и найдем эти части вот они то есть мы можем запустить самое важное что я усвою в жизни отлично все читается все работает теперь осталось залить в телефон и слушать так что еще можно сделать с помощью программки mp3 как можно вырезать вырезать файлы выделенное мы выделяем то что нам нужно открываем файл сохранить выделение и у нас сохранится в отдельном mp3 файле то тот кусочек который мы выделили и так мы выделили кусочек и что мы можем с ним делать нам нужно определиться то ли мы выделили Для этого нам помогут вот эти кнопочки в разделе аудио. То есть мы можем прослушать в цикле, то есть несколько раз то, что нам нужно. Жмем паузу. Мы можем прослушать как вырезку, то есть 2 секунды прослушивается до выделенного фрагмента и 2 секунды после. То есть как будто мы вырезали этот файл и прослушали без него. Мы можем прослушать до выделенного фрагмента, мы можем прослушать начало выделенного фрагмента, конец выделенного фрагмента и исходный файл после выделенного фрагмента. Это все удобно, чтобы более точно спозиционировать наше выделение. Как его точно спозиционировать? Можно использовать мышку. Например, нажимаем правой кнопкой мышки и увеличиваем нашу область, либо уменьшаем. Также и левую границу. Правая кнопка нажата, она будет двигать границу, к которой она ближе. То есть, если мы ближе к правой границе, будет изменяться правая граница. Так, теперь вот эти кнопочки. Они позволяют также двигать границы. Можно двигать, нажимая их, но это будет сильно долго. Проще использовать горячие клавиши. Это 1, 2, 3, 4. Нажимаем 1 и увеличиваем границу, левую границу, либо уменьшаем клавишей 2. То же самое делаем и с правой границей выделения. Клавишами 3 и 4 на клавиатуре. Клавишей 5 и 6 мы можем двигать весь выделенный фрагмент. То есть, у нас время выделения останется тоже. 15,65 секунды. И мы его двигаем либо влево, либо вправо. Так, это по поводу этих клавиш. Ну, в принципе, все. Программка очень удобная. Опять же, не требует установки. То есть, нужно пользоваться. Нужно нарезать наши файлы. С вами был Антон Дьяченко. До встречи в следующих видео. Продолжение следует. Приятного. Продолжение следует...